Кунцевская ОПГ. На своем пике она просуществовала недолго и ушла с московской арены, вернувшись в свой родной район. Факт номер один. Кунцевская банда возникла в 1988 году и развивалась паразитируя на растущем количестве коммерсантов. Основной ее деятельностью тогда было сблуждание из частных торговых точек. Также довольно быстро бандиты взяли по свой контроль местный автотехцентр. Рассло число участников и оборот банды. Факт номер два. Выйдя за пределы своего района, группировка завладела рынком у Киевского вокзала и гостиницы Славянская. Лидером Кунцевских на тот момент был Виктор Манетчик, деловой. Он же установил рабочее сотрудничество с дагестанскими группировками и Каптиевского ОПГ. Факт номер три. Освоив новый уровень, банда занялась вымогательством, похищением людей, угонами авто и их продажей. Однако, обычные для ОПГ того времени связи во властных структурах оказались ненадежными. В 1989 году всю верхушку банды арестованы. Кунцевская группировка уходит в родной район. Факт номер четыре. С того момента о Кунцевского ОПГ почти ничего не было слышно. Один раз они упомянули в ходе расследования деятельности терминатора, так называемого киллера Александра Солонника, имевшего с этой группировкой тесные контакты. Второй раз в 1994 году в связи с убийством авторитета из Кунцева, Калигина, по заказу Ореховского ОПГ. Случилось это из-за раздутого Калигином конфликта в принадлежавшем Ореховским техцентре. Факт номер пять. Кунцевские снова заявили о себе, когда их возглавил вор в законе Сергей Лепчанский, северяк. В свое время всего за полтора года на зоне он получил свой титул и в Москве почти сразу же стал считаться преемником Япончика. Он ступил на тропу конфликта с сильной бандой, возглавляемой законником Шакро Старо, пытаясь перехватить контроль над дайтелем Паласа. Летом 1996 года исчез бесследно. Факт номер шесть. Один известный эпизод из жизни Сибиряка произошел в 1994 году. Авторитету было поручено провести сходку, на которой должны были присутствовать все авторитеты, а также быть достигнуты мирной договоренности, конкретно между славянскими и кавказскими группировками. Дело осложнялось тем, что сибиряк в то время находился в бутырской тюрьме. Тем не менее, встреча, названная бутырским рандеву, состоялась. За 10 тысяч долларов надзиратели собрали в камере сибиряка всех участников, накрыли им поляну и даже обеспечили девочек. Следствием стало шумиха в прессе и увольнением провинившихся должностных лиц тюрьмы, а мирного соглашения так и не было достигнуто. Факт номер семь. Пропавшего сибиряка стал рьяно разыскивать его преемник Сергей Комаров. Комар. Он обладает твердым характером, исполнял все воровские законы, выступал в роли мирового судьи и владел общаком. На поиске лидеров Кузовских и Хлебчанского привели к тому, что Комар был расстрелян в 1998 году. Факт номер восемь. По поводу исчезновения Лебчанского есть версия, сомнительная, что его убрали свои же напарники, обвинив в крысятничестве. Официальной датой смерти считается 6 августа 1996 года. Факт номер девять. О Кунцевской ОПГ вновь услышали в начале двухтысячных, когда ее лидерами стали Лексик и Ястреб. Они не блюли в рабские законы, как прежние главари, а занимались исключительно криминальной коммерцией. Пытались участвовать в захвате предприятий нефтегазовой отрасли, любили оружие и употребляли наркотики. Ястребя обе этих пристрастия привели на скамью подсудимых в 2001 году. Вскоре группировка опять затихла. Факт номер десять. Пока о Кунцевской ОПГ ничего не слышно. Однако в 2018 году из мест заключения вернулся крестник сибиряка – Давыд. Возможно, с его приходом дела у банды снова пойдут в уру.